доброе утречка вот такая чудесная погода такое солнце светит и и такие замечательные астры до сих пор стоят уже наверное дня 4 прекрасные осенние цветы у нас как всегда сегодня была барахолка как всегда последнее время я уже не снимаю на самом барахолке потому что хочется получить массу удовольствия наслаждения от гуляния то куда там смотреть никак я не приспособлюсь этим телефоном звук как всегда может быть немножко тихий микрофон заказа но он еще не пришел потерпите еще немножко я думаю что будут дальше хорошие такие видео итак сегодня покупки было наверное достаточно много интересных в основном посуда но были две шкатулочки в общем все сейчас начну вам показывать на фоне вот цветочков постараюсь в общем создать такое чудесное настроение которое сегодня у меня несмотря на то что я встала в 4 утра и так и не смогла больше заснуть это конечно тяжело ну что поворачиваю экранчик находки покупки подсказывайте здесь много будет вещей которые я не знаю как идти идентифицировать ой какое сложное слово вы будете мне помогать как обычно так с чего начать я даже не знаю потому что все все было интересно все было прекрасно и начну наверное все таки когда со шкатулок потому что их было всего 2 одна из них чудесная большая красивая такая необычная резьба у нее тут и какие-то вставки из такого вот дерево другого цвета объемная чудесная не лежали карты не лежали карты и в ней лежала марка с изображением английской королевы так а куда эта марка то делась где-то она у меня тут на столике на столике потерялась ну ладно в общем там еще была марка с английской королевой куда-то она улетела вот вот такая вот одна шкатулочка так носили птицы тоже распелись чувствует солнышко и вторая маленькая здесь надо ее будет подреставрировать тут как бы соломка вылетела в двух местах но в целом она все равно в очень хорошем состоянии кроме вот этой мелочи и вот так вот она выглядит мне я думаю карты и лежали собственно говоря она такая вот для карт шкатулочка ну а второй можно использовать как угодно и куда угодно солнышко солнышко такая вот я уже себе дала слово не покупать объемные большие шкатулки потому что их тоже надо где-то как-то складывать но до чего же она была хороша не устояла шагу нас солнце сегодня будет светить тут все будет не так легко показывать мы будем стараться необычная жалко нету никогда указаний что и кто и сделал и я думаю что вот здесь изображена какая-то сова скорее всего сидящая на ветке экзотического дерева так дальше поехали дальше покажу еще то что может быть не успела или забыла показать то что на неделе приходила это еще одного кстати раз уж и шкатулка заговорили еще одна шкатулка годов пятидесятых я думаю шестидесятых вот тогда были такие выгнутые формы они очень своеобразные интересные она на ножках коробку не просто вверх у нее просто снимается видно какая тоже красивая структура дерево интересное очень интересное дерево вот добавляется у меня больших всяких разных коробочек которых можно хранить все что хочешь такая вот хорошо на этой новой подставочки можно все крутить и рассматривать со всех сторон и несколько стеклянных изделий ну очевидно все-таки никакой особой они ценности и старины из себя не представляет просто они были недорогие и понравилась форма она такая вот практичная затрудняюсь ответить какого она примерно времени но точно не очень старенькая вот вторая мне кажется может быть немного постарше вот такая вот конфетница она да и еще помыть тщательно это я выкапывала из каких-то коробок которые валялись там на земле и цены там смешные 50 центов 1 евро поэтому неудивительно что там конечно все в таком состоянии как будто только что выкопали из-под земли откуда-то надо будет еще тщательно и помыть я вижу вот сейчас когда на солнышке что недостаточно ополоснула но вот форма мне понравилась такая ладья лодка мне нравятся такие формы и цвет стекла не самые белые прозрачные такое немножко желчезной что говорит о том что она все-таки постарше ну вот по моим ощущениям как а может быть и нет может быть я и ошибаюсь и из стеклянного вернее может быть это хрустальные затрудняюсь опять-таки утверждать вот такой вот графинчик полагаю что было все-таки у него какая-то пробочка но потерялась со временем тем не менее решила что он мне нужно потому что его пузатость вот эта округлость она мне просто сразу понравилась невероятно потому что мне нравятся различные формы интересные показалось что это такая вот идеальная практически форма графинчика ну пробочку попробуем найти почему бы нет почему бы не попробовать это мне кажется не настолько все-таки редкость и вот такой чудесный смотрим дальше дальше пойдет много фарфоровой посуды еще раз покажу два сливочника они не на барахолке куплен а в маленьком магазинчике на улице клейстон я снимала такое влоговое видео и показывала их просто в череде покупок и хотелось бы на них все-таки обратить внимание они оба немецкие гдр и мне тоже понравилась форма вот этого и я даже подумываю купить сахарницу там буду еще сахарница кофейник она тоже довольно необычная и вот эта форма меня все-таки отсылает к семидесятом вот это ничего сказать не могу она конечно наверно более современная ну вот это мне понравилось и цвет этот таракотовый это были покупки из магазинчика такого небольшого типа секонд-хенда где есть в том числе и посуда и еще одна сахарничка она тоже из благотворительного магазинчиков просто постольку поскольку видео тут о всякой разной посуде то покажу ее тоже она польская но вот такая нет необычные ручки довольно необычная крышечка посмотрим на то что там написано вот как то так не есть свое очарование она небольшая и это замечательно потому как сахара много есть не надо вот такая вот солнышко светит не знаю даже как лучше убегать куда-то в тень подвинуть чтобы было лучше видно или оставить на солнышке ну давайте попробуем вот так вот в тени наверное будет все-таки лучше видно рисунок и еще одна сахарница уже купленная сегодня на барахолке заинтересовала тем что это тоже если это тоже только должна была быть польская но это рижская и мне очень интересно что же это за такой был ну чайный сервиз мне казалось что я как-то по формам почти все уже узнаю но кажется ничего подобного нет предела совершенства ничего и не узнаю вот этот я не опознала поэтому кто подскажет от какого это сервиза это будет даже интересно я тоже буду конечно искать такая вот приятная на мой взгляд она очень приятная с мелким цветочным рисунком с небольшой позолотой с двумя ручками но без отверстия для ложечки сверху поэтому при желании можно использовать и как емкость для меда для варенья для чего-то еще такая как у вас голова не кружится в того что я тут кручу все время эту подставочку она так приятно крутится чайничек чайничек у нас не латвийский чайничек у нас с буквой к я полагаю что это кора стене по крайней мере его ли и легко всегда опознать именно потому что там буква к вот такой маленький чайник эгоист с приятными цветочками с двух сторон очень даже милый очень даже недорогой собственно поэтому был куплен то хочется все-таки на браколке покупать недорого были там красивые некоторые вещи очень дорогие очень дорогие ну вот для примера скажу что там было сливочник фазе вот где вот эта сетка кобальтовой он стоил 60 евро так что конечно такие вещи рука не поднимается покупать хотя он просто шикарный а вот такой вот за один еврик это на что же рижский фарфоровый завод выпускал когда-то по-моему это или а я или что-то в этом роде довольно распространенный как бы вариант но мне он понравился аккуратно он красивую его вот есть вот такие ребра жесткости если можно сказать зеленый то третий сорт но даже для 3 3 сорт он довольно идеально выглядит этот уже более редкий сливочник из сервиза который называется юрмала мне подсказали и форма него конечно прекрасно там был еще один марийка тоже который хотелось бы купить потому что но пришлось выбирать либо этот либо тот мне очень нравятся вот такие обтекаемые формы и он конечно прелестен совершенно здесь не два цветка ручная разрисовка а с этой стороны три вот такой он красавчик довольно большой замечательные розеточки очень тоже недорого что собственно и послужило поводом их приобрести и мне кажется что вот там где голова лоси и буква в что это возможно вербилки хотя я могу и ошибаться вот так оказались они на наши барахолки а так как сейчас я начну активно есть то мед то варенье с творогом я думаю что пригодятся для чего-нибудь и здесь 6 штук все в идеальном состоянии то есть как они к нам попали непонятно но попали и теперь они у меня дома вот это для меня загадка опять же нужна ваша помощь потому что это тоже рига тоже рига и что это такое может быть взбивает с толку вот этот рисунок такой однотонной зеленый и сама форма мне кажется как бы частично знакомый частично нет в общем загадка был тоже выкопан из какого-то ящика стоил сущие копейки и мне интересно что же я такое в конечном итоге приобрела было бы здорово если бы это было что-то ценное но даже если это и не что-то очень ценное то это красивая пополнит коллекцию сливочников все-таки эта тема меня не оставляет нравятся они не нравятся они форму не всегда чудесные и все сделано вроде бы тут ну что так на придумываешь казалось бы не так много и тем не менее каждый раз вот поражаешься ты его видишь и рука сама тянется и хочется купить и последняя покупочка за которая собственно ехала это вот такой мини оказывается чайник я когда мне показывали в каталоге мне казалось что ну побольше размером будет такой чайник эгоист а тут прямо ну конечно тоже эгоист иначе не назовешь его но прямо как из кукольного сервиза и это lfz но у него нету крышечки и я понимаю что найти и подобрать все будет крайне сложно даже если просто ну как бы не родную потому что он маленький и вот это отверстие очень тоже маленькая ой даже не знаю что придумать но не могла отказаться потому что он такой позитивный и веселый таким ярким петушком у нас тоже кстати на башнях города риги на церквях золотые петушки вот такой вот красавец я видела как выглядит крышечка она тоже такая частично цветная но здесь хотя бы белую найти это было бы хорошо в общем хотя бы найти что-то что сюда встанет но пока вот такая вот забавная тоже покупка и не в целом вот это все что сегодня удалось найти хотя конечно глаза заведущие руки загребущие но деньги во время кончились так бы еще вы увидели бы много-много чего другого ну вот вот такие находки такие покупки такие вопросы к вам по поводу что это чьё почему и зачем это было интересно это было просто чудесное время препровождение как всегда и погода сегодня порадовала хотя грозили и пугали дождем но нас не испугаешь ни продавцов ни покупателей мы все там уже с утра смотрим много много было интересного конечно глаз упал на кое-что вот ленинградского фарфорового завода там несколько вещей но цены просто какие-то нереальные и наша латвийская хотелось еще кое-что взять и китайская кое-что еще хотелось взять там две были красивейшие такие тоже то ли чаница то ли ваза без крышек опять же что-то мне как-то вот без крышечная тема какая-то пошла и как всегда приглашаю всех кто в риге кто может доехать приезжайте потому что это замечательное время препровождение я думаю что я то всегда приезжаю рано но сам сама барахолка на на часов до двух стабильная может быть до 3 но там к 3 уже все начинает собираться и может быть что-то начинает дешевле продавать не знаю но там всегда можно договориться поторговаться можно научиться торговаться чего я совершенно не умею делать и там есть один сервиз тоже такой вот вот я о нем стала думать очень серьезно если удастся заработать немножко денежки его куплю потому что он старенький мы интересны просто я избегаю покупать сервиз я продала только что два сервиза так чап-чап это у нас идет опять машинцы мне надо уделить ее внимание ну в общем как то так всего хорошего до новых встреч пока пока рассказывайте что вам понравилось мне так понравилось в общем то все иначе бы я это не покупала